Политкорректное программирование Ломаем айфоны с помощью CSS Бэм не имеет права на существование Бэм не имеет права на погнали Рады всех приветствовать сегодня у ваших радиоприемников Подкаста приемников Это проект и веб-дизайн Подкаст называется «Суровый веб» И сегодня у нас выпуск номер 178 уже Знаешь, хочется иногда, как помнишь, давно еще Когда в спокойной ночи малыши приходил такой чувак Который фокусы показывал Хочется уже как-то предговорить, что мы уже там Какая-нибудь сладость вашего сердца Ваших очей, ваш покорный слуга и так далее Вот это хочется уже вот так называть Ну да ни хрена ты вспомнил, нормально, да Как бы сегодня вот 18 сентября 2018 А ты вспомнил вот 20-летней давности какие-то вещи Хотя может быть он до сих пор там приходит, я не в курсе Я просто скачиваю новые выпуски и там он есть Ты торрент и в 4К прям льешь и нормально, да Так вот, рада всех приветствовать И на самом деле вот мы готовимся с тобой, да, к тому, что у нас будет супер запуск площадки подкастов ВКонтакте Когда этот подкаст выйдет, он уже скорее всего выйдет и ВКонтакте в том числе Поэтому вы теперь нас в VR и на украинском можете слушать не только на YouTube и в iTunes Все ссылки, кстати, в описании, но еще и на ВКонтакте Там теперь у нас в группе появилась вкладка подкаста И когда они будут выходить, вам будут пушить прям в ВК, что типа чувак, послушай подкаст Вот, и там на самом деле даже есть всякие прикольные фишечки Типа того, что можно скорость до 3 ускорить Ну, то есть как на YouTube практически Ну, на YouTube до 2, а тут можно до 3 Ну, это все, это... Наконец-то мы к нормальному режиму вернемся Да, в тех выпусках, где мы именно сильно тормознуты Там вот можно до 3 догнать и там нормально будет совсем Вот, я не знаю, насколько много... Нам обещают, команда ВКонтакте обещает горы новых подписчиков Нам горы денег обещают Они сказали, будете, все, миллиардеры станете Вот, поэтому посмотрим Рады приветствовать всех новых слушателей, новых подписчиков Если таковые будут, подписывайтесь, у нас классно У нас вообще интересный подкаст Да, кстати, кстати, да Я знаешь, что хотел сказать для новичков? Вдруг, если кто-то не понял Первые 3 темы, которые мы называем Это, во-первых, темы, я хотел сказать вам А во-вторых, кроме этих тем будет еще другие темы Не менее интересные, я вам скажу Просто эти громкие, понимаете? Ну да, и для тех, кто не знает, что такое подкаст Подкаст, это болтовня примерно на 2 часа длиной С переливанием воды из пустого в порожнее Наших историй и так далее Не ждите здесь сжатого, так сказать, какого-то Экскурса в супервеб-технологии Вот вы послушаете 2 часа и овладеете Реактом в совершенстве Ни хрена это не так У нас здесь просто милые посиделки И готовьтесь, так сказать, просто поржать И все И ни хрена нового не узнать, как водится Ну да, но новости все равно будут Вот, например, первая тема Первая новость Да Нам комментируют на нашем сайте uvbdesign.ru На котором можно оставлять, опять же, комментарии Рэкса прокомментировал Из Пайтона решили выпилить Неполиткорректные служебные слова Master и Slave Поскольку они напоминают о рабстве и неравности И тема находится на таком желтом Он и цвета желтого И он такой именно Со всякими скандалами, интригами Расследования Сайт OpenNet Ну да, мы периодически с него рассматриваем всякое Причем, между прочим, там какие-то ванги дикие сидят Потому что они там шарят Если они уже написали, что Microsoft покупает Не знаю Что они там покупали GitHub, да, то все Они купят Они купят Возможно, OpenNet там главные вообще Супер сидят Медиумы, так сказать Так вот, короче В натуре Гвидо Ван Росум А сразу видно, он какой-то голландец Судя по всему Какой-то он как будто вот как футболист Гвидо Ван Росум Когда говоришь Гвидо Ван Росум И он поставил точку в споре Знаешь каком? Возникшем среди разработчиков языка Python Из-за изменений, предложенных Виктором Штиннером Это тоже какой-то Это из немецкой сборной Работающим в Red Hat И входящим в число Ключевых разработчиков Python Короче, Виктор предложил Вычистить код Python От упоминания слов Master и Slave Ну, типа, потому что Неполиткорректно Ассоциируется с рабством И неравноправильно Несколько лет назад Некоторые открытые проекты Уже затронула череда Подобных переименований Например, в Drupal Master Slave Заменена на Primary и Реплика А в Django и CoachDB На Leader и Follower Там у них твиттер свой Небольшой просветает Ну и там в натуре, короче Начались стерки Дискуссии, так называемые В обществе Типа, а надо ли, что Master Slave Если мы сейчас переименуем А как чуваки будут ошибаться Постоянно писать Все еще Master Ну, создастся куча На Stack Overflow вопросов Почему у меня не работает Со Slave или с Мастером Вот И Ну и кроме этого Придется переписать Кучу кода Документации Ну, в общем, ты понимаешь Короче Произойдет странное Произойдет странное Тем более, что Типа, многие люди говорят Что вообще никак Это, ну К рабству не относится И, в принципе Это просто Обозначение В компьютерной технике Устоявшаяся Такая вещь Тем более, кстати говоря У нас Или такая тема была Или просто мы с тобой Видели такую новость Про Master Slave Возможно, даже в первом Каком-нибудь нашем подкасте А у нас уже 100 хрен какой И мы 200 и ждем Вот В одном из первых Была тема про то, что Знаешь, Master Slave Было Где-то написано На каком-то железе Вот именно На каких-то там Чуть ли не зарядниках Аккумуляторах На чем-то таком Короче Именно на железке На какой-то было написано Тоже Master Slave Тоже было возмущение Нет, ну подожди Давай так Это было на HDD То есть на жестких дисках И на CDR Помнишь, это было Когда шина была IDE А не SATA Там было и Master Slave Но я не помню, чтобы мы обсуждали Что у кого-то из этого бомбану Реально не помню Ну вот, возможно Я, опять же, просто Может быть, про тебя обсуждали Может быть, у меня бомбануло Да Вообще Знаешь Я сейчас немного своего отношения Скажу К новости То есть С удовольствием Тема хорошая Тема хорошая Действительно Надо избавляться От неполиткорректных выражений Но Мне кажется тем, что Некий Виктор Ну, Штынер Тот самый Из немецкой сборной Короче Он Мне кажется тем, что он Именно поднимает такую тему Он, по-моему, рождает Еще большее неравенство Потому что, знаешь Типа Master Slave Не обязательно, что это было Про какой-то конкретный конфликт Не обязательно, что это вообще Про землю Про космос Ну, типа, условно В истории Например, в книжке по истории В книжке В книжке американской по истории History of America Какая-нибудь, да? Of United States Там же Master Slave Ты control F Если сделаешь Master Slave То ты увидишь миллион Там будет 10 тысяч вхождений Я понял 10 тысяч вхождений И выхождений Соответственно Я что говорю Там тоже, что ли, убрать? То есть это просто слова Которые используются Для того, чтобы обозначить что-то, да? Я понимаю, что Ну, да, типа Надо быть Здесь же не написано Мастер там Кого? Каких-то там народов, да? И слэйв Таких-то людей Да Master of Puppets Да То есть здесь не написано Здесь конкретно Это очень метафоричная такая хрень Ну Я понимаю, что, типа Здесь получается неравенство в коде Но это очень притянуто за уши И мне кажется Тем, что Поднимается такая тема вообще Тем, что Виктор Штынер такой говорит Слушайте, мне вот не нравится И все сразу начинают Гореть Жопами Короче Вспоминать, как это было Как они были слэйвами Или как они были мастерами Короче Ну, в общем, по-моему Это только добавляет Больше каких-то неравенств Если честно И Именно каких-то Ну, распри Но с другой стороны В принципе, ну Поменяли и поменяли И поменяют Я так понимаю Ну все То есть они одобрили Тот чувак из сборной Голландии Гвидо Ван Россом Грит Принять Конечное решение Грит Все, принимаем Меняют изменения На мастер процесс Будет теперь заменен На parent процесс Теперь, короче, мастеры Стали родителями А слэйвы стали детьми То есть чайлдами И так далее Возможно, меня, как ребенка Это тоже ущемляет Вот я тоже думаю Это какая-то плохая аналогия Я считаю, надо пересмотреть Вот Не, ну как бы Если, конечно Если, конечно, типа Не шутить Ну, блин Короче, просто есть подозрение Что когда вот Такое именно Хреновина Возникает Она вот С каких-то больше споров рождает Как мне кажется Но, с другой стороны Мне хочется послушать Как Что думают наши слушатели И зрители Пусть напишут в комментариях Опять же Вот Как тебе темка? Я, честно говоря Вообще охренел Это Настолько же бред Насколько Переименование милиции В полицию Нас сейчас, конечно, закроют Мы теперь ВКонтакте Публикуем Вот это Первый и последний подкаст ВКонтакте Вот Но это Ровно так же Не меняет Абсолютно ничего И Ну, то есть Это Ну Когда Нечем уже заниматься Вместо того, чтобы там Пофиксить какой-нибудь баг С переполнением Там стэка в Пайтоне Надо вот Ввести Такое И На самом деле Это смешно Потому что Это в Пайтоне Три будет Да А много кто Ну Не много кто Но есть еще люди Которые используют Второй Пайтон Потому что там Какие-то библиотеки До третьего Не обновились Вот они теперь будут С гордостью использовать Второй Потому что там уже Никто не заменит Мастера Слейф Вот И они будут Темной ночью Облачившись в Балахон Кодить на Пайтоне 2.7 Вместо 3 Или там 2.6 Какой последний был Это знаешь Это как Вопрос с тем Что сейчас же Разрешили в играх Да я это уже сто раз говорю Мне кажется В этом же подкасте Опять же Что разрешили в играх Свастику Типа вот в Ульфенштейне Например Ее же делали Не такую Не похожую Или там Ну она была там Отдаленно похожа Мы не Не пропаганда А то в натуре Первые подкасты Будут прослушиваемые Там сверху И мы сейчас Тут такое несем Не Я имею ввиду Что была тема Про то что типа Разрешили полностью Символику использовать Вот в типа В Ульфенштейна Играх например Если новые вульфики Будут выходить То короче Будут анонсировать Бессезда Позавчера Или когда-то Они будут возможно По полной въяривать Или там в какой-нибудь Call of Duty Да там где мы воюем Именно там Ну конфликт Игра с Германией В первых В вторых Call of Duty Точно она и была С вастом был Ну потом короче Началось Потом в Солдате Удачи Он тоже был То есть там Прям прикольно было Короче Суть даже не в прикольности А в том что Замалчивание Так называемое Оно ведет К еще большей хрени То есть грубо говоря Они сейчас специально Разрешили Чтобы все понимали Что это действительно страшно Что ты убиваешь Нацистов Как бы Ты понимаешь это А не ты не просто Каких-то короче Чуваков придуманных Убиваешь И мы специально Их закрасили Чтобы тем плохо не было И как бы И этим плохо не было Я с тобой полностью согласен Любые такие раздувания Они только больше внимания К этому приковывают И только больше людей На самом деле Ни хрена Мастер Слейф То есть этого никто И не замечал до этого А теперь все это заметили И ну реально Как-то это Ну ни хрена делать людям Гвида Ван Россом Видимо Что-то у него В оригинальной ветке Не получилось Баги пофиксить Он решил вот с такими Инициативами выступить Просто А давайте тогда поменяем Просто чтобы не уволили его Надо же какую-то пользу Принести Проекту Окей Следующий Идем дальше Ну да Следующий у нас У нас кстати Сегодня очень много Темок слушателей Напомню И для Ты уже напоминал Я еще раз напомню Более так сказать Подробно На YouVibesign.ru Заходите Справа у нас Есть сайтбар Если на телефоне То снизу И там есть тема К ближайшему подкасту Просто можете Анонимно Не регистрироваться Можете зарегистрироваться Чтобы удобнее были Оставить в комментариях Свои темки И они С большой долей вероятности Если там Неполное говно Появится В следующем выпуске И порадует вас Своим Порадует вас С обсуждением Нашим Анатолий нам Говорит о том Что недавно Вышла новость О том Как простой CSS код Уводит В ребут iPhone Очень у многих Бомбануло Это причем Новость вчерашняя То есть Это прям Свежечок На Hacker.ru На XAKIP Можно посмотреть Ну вот Первое Где мы с тобой Посмотрим Там еще Нам Нерон Сомниус Схожее Предложил Там тоже отдельно Расскажем В общем В чем суть Суть в том Что есть такое CSS свойство Backdrop фильтр Кстати у нас На канале И в ютюбе Сейчас здесь Подсказочка появится Есть видос Про Backdrop фильтр Там я показываю Как с ним работать Это такая хреновина Которая Выделяет Diff элемент Который На который оно наложено А все остальное За ним заблюривает То есть Это раньше Можно было Джаваскриптом Симулировать Потом появилось Свойство Backdrop фильтра Которая Ну там Он сначала Только в Safari По моему Было Сейчас он уже Более поддерживаем Короче говоря Если их применить Это свойство К множеству Diff элементов На странице Ну любых элементов На самом деле Хоть дивов Хоть там Ну до хрена если То все залагает То все залагает И в ребут Устройство Улетит Или еще того Хуже Там будет Кернел паник Какой-нибудь Ну по факту Ребут Вот И на самом деле Там даже Попытались сделать Эксплойт Ну не стал Автор Вот этого Уязвимости Публиковать Эксплойт Уже с Джаваскриптом Не только с С СМС С Джаваскриптом Который В бесконечный Ребут Уводил Устройство Ну и по факту Ломал Немного Он доложил Инженерам Эппл Те сообщили Что изучают Проблему То есть Решили заняться Этим вопросом Кстати это справедливо Не только для IOS Но для Mac OS тоже То есть это Бак какой-то Именно вебкитовский Потому что В комментариях Люди пишут Что хром Даже не поперхнулся Возможно в хроме До сих пор Не поддерживается Просто бэкдроп Фильтр Поэтому он и не поперхнулся Ну-ка я сейчас Прям в прямом эфире Посмотрю Ты узнай Я хотел сказать Что Они знаешь Короче Я представил себе Что они Ток Мы разбираемся Открывают в Safari Короче Инструмент разработчик Инспект Элемент Так-так-так Че у нас По CSS Так-так-так Прижи Вот Я думаю Что там Разбирательство Происходит Но Естественно Как вы знаете Что Мы же уже Про это говорили Опять же Что Разработчики Apple на самом деле И Safari Это достаточно Консервативные чуваки Особенно Ну вот Safari Конкретно Они Пока Не удостоверятся Что вот надо Сделать новую фичу Они не делают То есть Они там не дергаются Лишний раз И лишний раз Не выкатывают Обновления По всяким Бредовым Вещам Иногда Ну просто Вот если на Chrome Посмотреть Как они делают Редизайны И иногда Страшно За них становится То есть Когда они Переносят Эту кнопку Плюс Новый Табар Влево И думаешь Это нормально Ну не знаю Это было странное Решение Согласен Отвечая на мой вопрос Который я сам себе Задал В Chrome Все еще не поддерживается Поддерживается Только с отмеченным Флагом Экспериментальной Вебфичи Я не знаю Те у кого Chrome не поперхнулся Они включили этот флаг Или нет Ну наверное включили Я проверять не буду У нас подкаст упадет Что характерно В Edge Тоже поддерживается То есть Как бы вот В Safari В Edge Но я думаю Edge вместо того Чтобы крашнуть девайс Он сам просто крашится Потому что Не может Он при входе уже крашится Ты уже не можешь Ничего успеть Самое забавное Что в Edge Поддерживается Тоже с префиксом Вебкит Ну так Внезапно Они видимо Забыли переименовать Слили Может быть Они уже Слушай Может быть Edge уже на вебките Да нет У них там свое Причем там как-то Ну-ка Edge Браузер Энджин Сейчас посмотрим У них как-то он прикольно Называется Нам Я пока ты ищешь Нам надо как-то Знаешь Чтобы погрузиться В тему того Что я недавно видел Что короче Майкрософт там Что-то зажестило С Edge И обязала всех На Edge Пересесть Ну и там показывает Точнее Сообщение А вот если пересядете На другой браузер Будет говно А потом что-то Они перестали С этим жестить Ну там какая-то Короче драма Прям была Вот и мимо меня Полностью прошло Я как бы На много всяких Даже каналов в телеге Подписан Кстати подписывайтесь На канал в телеге Т.ми Слышки Веб-дизайн Там Все новости Нашего проекта И чуть-чуть Больше Так вот Нигде даже не видал Давно это было Или нет Чуть Да вот вообще Супер недавно То есть Ну надо Надо посмотреть Что там происходит Ну короче говоря Edge HTML Называется Их двиганы Смешно По мне интересно Как это называется Нормально Если гуглить Бэкдроп-фильтр То ссылка на Ювеб-дизайн Третья То есть Мы гремим Действительно Там целый видос был И Ну работает Что Я здесь смотрю И все еще работает Да Казалось бы Так вот Далее Нам Нерон Инсомниус Про эту же новость Пишет Я буду цитировать Автора Потому что Здесь Лермонтов Отдыхает Причем именно Лермонтов Хотя тут проза Ладно бы Просто приводила К зависанию И крашу приложение Но ведь Телефон в ребут уходит Это ли не доказательство Убогости iOS Не так давно Такой же косяк С видео был Зато Анимодзи есть Очередной раз Убеждаюсь Что iPhone Создан для умалишенных Влагалищ Для которых iPhone Нужен только Для инстаграма То есть Нерон Инсомниус Что нам хочет Поведать Тем самым Вот своим Вот этим Лермонтовским Слогом У него тут Ямп Хорей Я вижу И вот где-то В районе второго Хорей Амфибрахий Начинается Да Потому что Ну типа Интересно Это ну Интересное решение Возможно Нерон Инсомниус Все-таки Использует Скорее всего Android девайс Я судя по Ну это конечно Потому что Там все Можно Кастомить Настраивать Это как бы Даже не высмеивая Нерона Инсомниус Он крутой Он наш старый Добрый подписчик Вот Вот Они вот раз в год Спешат перед Конфой Чтоб что-то сказать А потом опять Целый год Ни хрена не делают Вот Поэтому Такие вот Новости Одной строкой Мне понравились А дальше у нас Apple Опять же Мы попробуем Провергнуть Слова Что Айфоны Только для Умалишенных Влагалищ В смысле Наоборот Подтвердить Хотя да Если вспомнить Контент Презентации То да Все-таки Подтвердить Ну короче 9 to 5 Mac Ты еще выбрал сайт На котором Чтобы вообще прям Максимально Видимо самый свежий Сайт Я хотел на MacRumors Как мы любим Всегда мы с тобой С MacRumors Все смотрели Но там нету Поста Который просто Подводит итог Там есть пост Который подводит итог И этот пост Состоит из 20 ссылок Которая типа Вот тут про часы Вот тут про айфоны Вот тут про эти А тут вот тут Ну короче Жопа какая-то Поэтому 9 to 5 Mac И Ты вот Давай так Ты смотрел Ты как-то Вникал Что-то Я не смотрел К сожалению Я посмотрел Потом был так же Отчет Просто в новостях Ну такой Часы Нихрена Ага И телефоны Три телефона Ага И все И на этом Закончились Мои познания Мои познания Еще меньше были Я не смотрел Я только бате Скинул трансуху Текстовую На Apple Insider Это не реклама К сожалению Вот И А он не смотрел Разве на девайсе Просто видео А там Потому что на английском Он английский Да А он мог Вилсакома смотреть Это не реклама К сожалению Вот я не стал Ему толстяка кидать Бородатого Я ему кинул Все-таки Apple Insider С текстовой трансляцией Вот И он ее реально Честно посмотрел И Он мне потом На следующий день Мы как раз с ним Проводили время Так скажем И Он мне все рассказал Достаточно в красках Прикинь Ты упал И короче Часы тебя Скорую вызвали Там вот В таком духе Короче говоря Apple Watch Series 4 Это первое Что показали На 30% Более большой экран Так Внезапно Да Это такое Ну я сейчас не буду Иронизировать По поводу того Что нихрена нового Потому что Камон Нет там же ЭКГ Ну конечно Не хотите не берите Это называется Но вообще да Потом Digital Crown Вот это колесико У него теперь появилась Обратная связь Он тебе немножечко Поддавливает в ответ Когда ты скролируешь Чтобы ты ощущал Так сказать Haptic Feedback Так называемый Haptic Engine Чуть они тоньше Чем предыдущие Но работают Все так же 18 часов Тут есть еще В скобках Почти И там Уже бенчмарки Реальные Что это Не выдают Они 18 часов Но там чуть-чуть меньше Что касается ЭКГ Это будет отдельный Прил И он будет Только для США То есть даже немцы Не смогут мерить А даже китайцы Не смогут Даже китайцы Причем Ну есть много Разных версий Почему Все сошлись На том Что в каждых странах Везде зарегулировано По-разному Что это надо Как медицинский девайс Регистрировать И Apple Просто нахрен не надо То есть Ну представь Там наверняка Отдельные пошлины Если ты уже Медицинский девайс Уже там 100 налогов Надо уплатить Потому что Как бы На этом рынке Вот только будут Apple Watch И глюкометры Все И тонометры А на них Как бы Я думаю Процентов 90 Стоимостью устройства Это пошлина За то Что ты медицинский Девайс Продаешь Как бы Я вот Не эксперт Но тем не менее Меня вот Другой вопрос Интересует И я Не удосужился Его узнать Заранее Версии Во-первых Две Первая GPS Вторая С симкой Ну не симкой А там С чипом В который Оператор вшит И это еще Series 3 Были С оператором Появилась Такая версия Но Series 3 Точно Не работали С русскими Операторами Да я уверен Что и эти Также не будут Вот мне интересно 4 работают Или нет Потому что На самом деле Вот это Не так много Делов Договориться Там с Билайном Когда они Хотят Они могут Договариваться У них Там вот Сейчас Мне батя Взахлеб Рассказывал Что Будет Честная Рассрочка Сразу На старте Продаж На новые Айфоны И в России В том числе Что можно Реально Просто на год Взять в рассрочку И через год Тупо новую Уже взять Также будет В рассрочку У меня просто есть Как по контракту У меня просто Есть небольшие Сомнения В том Что для них Часы Россия Это рынок Для часов Хотя У нас на работе Вот Ну наверное Ну не знаю Человек 5 с часами Не знаю То есть реально Ходят Ходить Ну у меня сестра С часами Но у нее по-моему Сири из 2 Хотя может и 3 Я не готов ответить Ну у нас Это более казуальный рынок То есть это не рынок Ипохондриков Которые реально Следят за здоровьем И фитнесом Тем более Тем более Вот именно Нахрен им нужны Чуваков Которые ходят И прикалываются Что у них там Циферблат с вейпом Теперь появился А у них Ну и говорят Да и говорят В часы По бонду Да И говорят в часы Да 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 Ну или им там Подвибрируют Что им в телегу Что-нибудь пришло И показывается Как на ми бенде Короче говоря Рынок не тот Я с тобой полностью согласен Так еще и цена Дорогая Кусается Так сказать Кусается 21 сентября Available Хотя кому я это говорю Господи Все равно Все будут покупать Ты понимаешь Там нейрон инсомниус До этого Тебе что сказал Согласен Да Какие эти часы Давай к телефону Да Фил Шиллер вышел XS и XS Max Показал Большая версия Называется не плюс Как это было С предыдущими А Max Ну видимо Чтобы как-то Что-то отличалось Опять же Ой я случайно Видос ютубный Запустил Сейчас меня забанят Сразу Просто понимаешь Было бы очень тупо Наверное Если бы это был бы XS Max Ой XS Plus Это был бы какой-то Знаешь Как будто Размеры футболок Хотя это уже и так Как будто Размеры футболок Спуститься И пи-68 Это вполне себе Прикольно Можно нырять Короче с ним Это про айфоны Это интересно Это здорово Ну там у них Опять же Новые OLED-экраны Супер разрешение Там досвидосное Супер новый Процессор А12 Бионик Первый 7-нанометровый Процессор Между прочим На секундочку В нем В том числе Восьмиядерная Нейронная Двиган Которые там Обсчитывает Просчитывает И так далее Мне там батя Опять же Захлёб Рассказал Прикинь Там короче Капли Прям замирает Хоть ты руками У тебя дрожишь Там чип быстрее Обрабатывает Чем там у тебя Смазанные руки И все такое Короче говоря Те кто говорили По поводу того Что там Люмия С 20 мегапикселями Лучше было В 2013 Да Твой аргумент Который ты им привел В чатике У нас кстати есть Чатик в Телеграме Тоже можете вступать В ютюбе Появится подсказка Кто не в ютюбе В описании Сюда есть ссылка uvdesign.ru Slash about Там ссылка на чатик Так вот Ты написал Вот вы распечатайте Просто две фотки С айфона И с люмией Сравните И я думаю Все вопросы отпадут Это знаешь как вскрывается Это вообще Вот именно классическая Практически лакмусовая бумажка Вот условно Ты короче Вот я с пятеркой Да И там Условно Ты там Предположим Какой нибудь Самсунгом Galaxy S7 Например Ну это не топовый Но почти Звучит обидно Но продолжай Допустим Да И мы такие с тобой На концерте Оба пошли на рок-концерт Представляешь Мы Как старички Рокеры Короче пошли И Ты такой записываешь Видео свое И я свое видео записываю С рок-концерт Потом мы оба слушаем И у тебя звук Такой говнище И у меня такой нормальный звук Хотя у меня Айфон 5 Ну да Ты понимаешь То есть они изначально Уже от души делали Да Да Хотя казалось бы Ну про всякие там Dolby Vision HDR10 То что 120 герц Этот экран Чувствительность Частота обновления Кстати я вот На айпаде Про Опять же У бати смотрю И это прям видно Что он в два раза Более отзывчивый Ну это там было сделано Чтобы Apple Pencil Лучше так сказать Ловил Вот Но визуально Для рук Оуе Тоже Намного приятнее Короче До свидос Кстати Наконец-то В эту функцию Ввели Как на Asus Была еще там 100 лет назад Когда телефон лежит На столе Ты по нему тапаешь А он просыпается Ну Окей Так подожди Это же на X Еще тапаешь И просыпается На X По-моему Поднимаешь И просыпается Хотя это еще и на 7 Было Нет Почему-то они это Упомянули Это прям фича Фича Ну может быть Это уже была фича Собственно Тут 3D Touch Тоже указано Это тоже старая фича Поэтому Ну окей Подожди Ну а что XR Что XR А XR Это залупа Я бы тебе сказал Во-первых Там камера С одной линзой А не с двумя И соответственно Она уже там Все только эмулирует Программно Всякие прикольные штучки Типа стабилизации Портретного режима И прочей хреньки Это первое Второе На нем даже не Full HD экран То есть там 1792-828 И он LCD Ну это можно Говорить У нас сегодня будет тема По поводу выгорания OLED-овских экранов То есть LCD Это наверное не порог Но то что разрешение Даже не Full HD Это конечно провал 3D Touch Там нет 3D Touch Это когда ты силой Жмешь на экран И он тебе Другое действие У Бати На 7 плюски Это есть Ну и на семерке По-моему тоже А в XR Этого нет То есть я понимаю Они хотели удешевить Но такой шаг назад Девать Это по-моему Провал Вот тут именно XR я считаю Как BMW X3 Не имеет права На существование Ты как бы уже Или X5 берешь Или на X1 ездишь А X3 Ну просто Единственное что Не ну ладно Я бы понял Что если бы этот Типа девайс Стоил у нас в России Ну понятно Что не будет так никогда И понятно Что вы мне скажете Ты хоть раз Баксы переведи И посмотри Сколько это в баксах Но в русских рублях Это к сожалению Сильно дорого Там типа С 65 тысяч Она там заезжает На XR Но это что-то Такие бабки Вообще До такого телефона Блин Это короче Знаешь Типа Я недавно узнал Вообще Для меня открытием явилось Видимо все это знали Вообще в мире Только я один не знал У китайских смартфонов Типа Xiaomi например У них нет NFC И нет NFC Потому что короче В Китае нет NFC Там есть короче QR-коды Которыми они платят Короче Эти QR-коды Они генерируют Через WeChat У них там типа Жизнь через WeChat Вот этот идет Китайский И они через WeChat Подходя к кассе Короче Как-то генерируют QR-код И QR-кодом Расплачиваются За секунду И это короче Вообще То есть они не пользуются NFC технологией Полностью Видимо чтобы их Америка не захватила И короче Ну это просто Я охренел Реально То есть ты если хочешь Вот купить Китайский девайс Скорее всего Процентов 99 Что у тебя NFC Не будет Все Будешь платить карточки Как платил Ну как ты сказал Скорее всего Вот в корейских Телефонах есть Есть Samsung Pay Там тоже это работает Нет В корейских Это вообще Другая цивилизация Ну согласен Да Но я не знал тоже Ты мне сейчас Америку открыл Только ты мне Китай сейчас открыл Нет Я просто представляю Что в XR Тоже не должно быть NFC Чтобы максимально Чтобы на китайский рынок Еще все это продавалось Легчайше Ну слушай Смешно Не знаю Но А12 Бионик там есть То есть например Играть в какую-нибудь Там супер асфальт Или там Как там Гонки называются На iOS Можно Асфальт 7 какой-нибудь Да Face ID там тоже есть Вот Но опять же Я бы покупал Вообще вот Менял телефон Вот у меня сейчас Шестерка И она максимально Классная Она до сих пор На iOS 12 летает Я реально рад Но Я бы обновил Только ради камеры Вот эти все Face ID 3D Touch Нет Камера стопудовая Это одна из Супер фич Любого телефона Вот для меня Конкретно в моей Повседневной жизни Вот А12 Бионик Я его не увижу Никогда Хотя опять же Он обсчитывает То что камера делает Но я имею ввиду Что как фича Он мне нахрен не сдался Если бы Это не с ним влияло Ну вот Поэтому Но зато Они видишь Опять же Для девочек Есть желтенький Голубенький Коралловый Они такая же линейка Как СЕ Нет Сишка 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 Да Старая Кто помнит Сишку Хотя Не такая уж и старая Но что-то давно Уже было Сишки И так быстро Она закончилась То есть линейка Была Это так же Как с XR Будет То есть это будет Линейка Наверное На один сезон Вот на такой Айфоновый Сишка Это по-моему Два или три сезона Продержалась Но ее дропнули Ее дропнули 6Ски дропнули И сейчас на рынке 7, 8 X тоже кстати дропнули То есть на рынке Сейчас 7, 8 XR И два XS XS и XS Max Вот в таком аспекте Ну как бы Тут опять же Надо просто Больше денег зарабатывать И все Конец истории Ну хорошая Хорошая история Хороший конец истории Что идем дальше Возвращаясь чуть-чуть назад В XS и XS Max Две симки Наконец-то поддерживаются Тоже из инноваций И все там Подтрунивают на Депл Типа ха-ха Лол Вот Наконец-то Появилось И есть какой-то Да Есть какой-то формат E-SIM И видимо Это там в одной симке Два оператора вшито Что-то типа Хотя я гугланул Опять же Давайте прям при вас Я же не готовлюсь Я просто Опять же Ты пока гуглишь По-моему Это тема какая-то Связанная Опять же с китайцами Я не берусь утверждать Но кому-то Именно так сильно Нужны две симки То есть я вот Именно Какой-то рынок Короче Прям требует Две симки Не русский рынок Никому здесь Мы здесь Хе-хе Такие представьте А в России Вот надо чтобы Теле-2 поддерживалось И Мегафон Смешно E-SIM Это что-то Очень маленькое Это Чуть ли не просто Непонятно Я вот тут просто Есть инфографика Что Е-SIM Он еще В три раза меньше Чем наносим Это какой-то Е-мобиль уже Да Ну реально Вот везде Е-SIM И она просто Еще меньше То есть там Отдельный чипик Просто и все Ладно В общем Это-то наплевать Суть в том Что в Китае Е-SIM Опять же Не поддерживается И там будет просто Двухсимочный лоток По тебе для Китая Не совсем Видимо Ну в общем Все Конец этой темы Надо и дальше Переходить Следующая тема Логическое продолжение Логическое продолжение Абсолютно Микаэль Осипов Как знал Как будто мы будем Про Apple говорить Или как будто Как знал Что будет Apple конференция Интересная статейка Про выгорание матриц У OLED дисплеев Там рассматривается телек Но проблема актуальна И для большинства Новых смартфонов С OLED матрицами Таких как iPhone Google Pixel Samsung Интересно Что вы по этому поводу Думаете Из хабра Быстро тебя Перебью Я вот Как ты Не знал об этом У меня дядя Недавно покупал телек И он мне позвонил Сказал Санек Помоги выбрать телек Я говорю Сколько денег Ну 1070-80 Я говорю Ну базара нет Там выбрали Там 4К-шный Сони Нормальный Там с андроидом Все как надо И батя такой Троллингом занимается А что типа Ты OLED-то не берешь Ты лошара что ли OLED начинается Там наверное От 150 Если не от 160 Нормально Вот И ему дядя Вова Говорит Ну говорит Нет OLED-матрицы Выгорают Братан А он как раз Его брат И у меня батя Говорит Что серьезно И я ему тоже Говорит Что серьезно Это же там Супер инновация Их там любят Хвалят Они там дорогие Классные То он говорит Ну да Я вот читал в интернете Что выгорает И я такой Да говно какое-то Ну не может так быть А потом Я реально пришел Погуглил И действительно выгорают И вот нам тоже Эту тему предложили И тут все так сложилось Короче Рассказывай Да Рассказывай Реально Взяли телеки По тесте Что там по OLED-у вообще И начали их нагружать Сплошным цветом То есть Взяли Сто процентов красного Залили Вот как здесь Показывается И балдели Короче Оставляли на Некоторое время И в общем Ждали пока плесень Взойдет на экране Короче Технология OLED считается Следующим революционным Изменением Как здесь написано Для телевизионных Игранов И вот специалисты Из rtings.com Провели Объективное тестирование То есть им никто Не заплатил Абсолютно В скобочках Наверное заплатили Какие-нибудь Китайские телевизоры Короче У них здесь Всякие LG Смотрим Смотрим На LG На А по-моему LG Только на LG Смотрим Короче Вот Взяли OLED-матрицу Начали ее нагружать Причем Не только Цвета сплошные Давали Давали там Игры Короче Ну в смысле То есть Делали полный красный Но например В игре там Call of Duty World War 2 Там FIFA 18 Вот такое И короче Балдели Часами Балдели По-разному Разные цвета Там хреначили И реально Поняли что Через какое-то время Цвет становится Не таким уже То есть Реально Они выгорают Короче Суть в том Что еще Здесь было Про то Что Самый Сильно выгораемый Это серый Короче Цвет То есть Он прям Вообще В негодность Приходит Он там Становится Странным Каким-то С видос Вот На глаз Кажется Что минимальная Разница в изображении На заливке С синим цветом А сильнее всего Выгорание Заметанное 50% серого Заливки Зеленым И желтым Во время Тестирования Выяснилось Что разные Типы контента Вызывают Разную степень Выгорания Хуже всего Для телевизора Игры И новости Когда на экране Постоянно Демонстрируются Логотипы Карты Или другие Элементы Устойчивой Формы Ну то есть Реально Когда постоянно У тебя горит Одна и та же Допустим Логотип ОРТ Если кто-то Помнит Такого канала То представляешь У тебя в форме ОРТ Выгорит Олед Дисплей Ты такой Переключаешься На дождь А у тебя Там ОРТ И ты такой Даже стрёмно В приличной Компании Когда переключился А у тебя ОРТ Специалисты AirThings Признают Что Тестовый сценарий Экстремально Ну типа реально Сильно нагружали Ну кто будет Выкручивать Полностью Цвет И балдеть Играть В World War 2 Там просто еще По 20 часов В сутки По 20 часов Да Ну если только Фирменную функцию Восстановления Пикселей Даже запускали То есть Они еще там Ухаживали Чутарик Они там что-то Ухаживали Но ухаживание Видимо Не привели их К свиданию Так сказать С LG Вот Все Собственно Зарегистрирована Скорость выгорания Не соответствует Заявленным Производителем То есть У LG Там все написано Что выгорание Не будет проблемной И по крайней мере В течение 30 тысяч часов Работы А здесь мы видим Явные проблемы Такие как Логотипы на экране Всего через 4 тысячи часов Работы Вот Короче В общем Потестили И поняли Соответственно У таких же Абсолютно Такие же OLED-овские экраны Типа у Google Pixel Который кстати Очень дорогой Дорогой телефон У Самсунгов У айфонов Соответственно У дорогих Этих Ну понятно Что ты не будешь Скорее всего Выкручивать На айфоне Какой-нибудь там Свет Сидеть Балдеть Часами с ним Вряд ли Так случится На айфоне Вот в Google Pixel Они не выкручивали Цвет Просто там Шторка нижняя Она именно Ну очень часто Горит у тебя Ну то есть Ты ее поднимаешь Типа постоянно Да-да-да-да-да И вот тут На айфоне Тоже например Часы Или там Вайфай Антенна Ну да Да конечно Логотип это есть Который постоянно Именно Вот в этом Короче Статус баре Так называемый Просто знаешь Знаешь чем суть Знаешь чем суть Там еще пишут Что бы короче У тебя такое не случалось Тебе надо там Постоянно Менять тип контента Который ты смотришь Знаешь Типа ты такой Так-то так Не хочу чтобы Олет выгорал Буду разный тип контента Чтобы логотипов не было И короче В игры не буду играть И это такое Ну это Это смешно Вот особенно В телефонах У меня все время Написано Билайн в углу И все время Есть антенна Вайфайная В основном полная Ну Ты не заметишь У тебя просто Выгорит И все Так и выгорит А ну да В общем-то Оно почти всегда И есть Я просто не замечу Когда оно Выгоренность Всякая Потому что Она везде есть То есть Чтобы заметить Выгоренность Ты же должен Сделать в тот момент Когда это не горит А даже в тот момент Я просто буду думать Что ну Билайн и Билайн Уже выключен экран А на нем Билайн Все еще горит Мне очень нравится Первый комментарий Здесь на хабре Чувак пишет Мама была права Про Денди Да-да-да Бабушка А что про скатерть Интересно Не знаю А ну то что Надо скатерть Постелить там Знаешь Типа на А не Может быть Здесь просто на стол Что ты Когда ставишь Стакан И круги Остаются Может быть Это Не знаю Ладно Там еще пишут Что так же Глаза выгорают Наиграешься В танчики На Денди Закрываешь глаза А там они же Так и мозги Тоже выгорают Таким образом Ну в общем Вот такая тема Сами хотите То есть На свой страх и риск Покупайте телефон С OLED Дисплеем Ждите Что может Производиться Выгорание Ну это Это знаешь Как На самом деле Вот мы же Когда допустим У нас поклеили Обои новые И в том месте Где все время Дверь бьется Об стену Там Ямка становится Там протирается Обои Там Или что-то Еще любое Другое покрытие Нас же это не вызывает Там какой-то Pain in the ass Ну да То есть Ну может быть Можно как бы И на экраны Так же философски Смотреть Хотя Не знаю Ну ты знаешь Если так Давай тогда Вообще на все Философски будем смотреть Ты что начал Давай на подкаст Будем еще философски смотреть Просто слушай все выпуски Пятки у носков же Тоже протираются Да Да Вот это тоже По мужикам Окей Окей Дальше нам Пушкин тут Целую бомбу из тем вывалил Он на самом деле вывалил Одну восьмого числа Сентября И потом четыре девятого Вот те которые четыре девятого Говнище Там все такое Там во-первых Две платные темы с медиума На которые у меня уже Не хватило просмотров Я их просто не смог посмотреть Это надо было С VPN-ки заходить Который мне друг установил Я сам-то даже не знаю Че это такое Там что-то вникает Поэтому первая темка Про редакс И почему он не нужен теперь Кстати тема классная Пушкин спасибо за то Что ты ее предложил Некий Джек Скотт На Hacker Noon Нам публикуют Статью которая называется Прощай редакс Она говорит о том Что вот нам он как бы Был нужен в прошлом И теперь он нахрен нам не сдался И я пользуясь случаем Хочу сказать Что непонятно Какого хрена Я не могу сделать Сайн-ин на Hacker Noon Я когда ее жму Он меня сайн-инет Под твиттером Но как только я обновляю страницу Он меня опять Все Возможно Я когда-то не нажал Что этот сайт Использует cookies И как-то у меня Не знаю Реально Какой-то бред Вот Поэтому Кстати И мне кажется На этой теме Лучше сказать Что Если вы хотели Наш подкаст поддержать Чтобы мы больше Рассматривали таких тем Про редакс И прочие Граф QL Попсовые Популярные Заходите на Patreon.com Слышки вебдизайн Это самый Приятный для нас Способ Занести нам денег Вообще Это прям Позволяет нам Дальше творить контент И На самом деле Наши патроны У них есть отдельный чатик Который вам доступен Если вы занесете Там определенное Количество денежков Они влияют На подкаст Предлагают свои темы Накладывают вето И вот Сегодня у нас В том числе Тема Которая будет Через одну Она из патроновского Чатика пришла И Человек просто сказал Если вы эту тему Не возьмете Я собираю свои вещи Просто и ухожу Поэтому Манатки Манатки Да Короче Patreon.com Слышки вебдизайн Спасибо заранее Так вот Goodbye Redux Чувак пишет о том Что за последние Несколько лет В интернете Технологии Очень сильно Двинулись Вперед В области Фронтендовых Джиоскриптовых Фреймворков Потому что Мы стремились Сделать Более лучший UX Для веба Для мобильных Привожений Это Круто Мне нравится Вообще Что сейчас Появилось На рынке Привожений Как сейчас Здорово И круто Но мне кажется Иногда Что зашло Это очень далеко Давайте Начнем С царя Гороха А царь Горох У нас Это 2005 Год Когда появились Только первые Бэкэндные Фреймворки Типа Django Ruby on Rails И symphony Они все Примерно Ну не примерно Они все В пятом году Появились В 2005 В разные Даты И соответственно Эти страницы Они рендерили На серваке Нам По шаблонам Контент И отдавали Уже в виде Статического HTML Все приложения На сервере Хранились По парадигме MVC Проектировались Model View Controller То есть Все там По отдельности Лежало Все спокойно JavaScript Конечно Тогда тоже Но в основном Как бы Тогда были JQuery Слайдеры И там Разные Библиотеки Которые Там Анимации Накидывали Которые В общем-то Даже Не нужны Вот И Все Фреймворки Конечно Были Там У них Минусы Но В общем-то Все Работало Все Было Прикольно Потом Райан Даль Есть Такой Чувак Который Создатель Node.js Он Просто Подумал Что А почему Вы В JavaScript Не добавить Что-то большее Чем просто Тупые Анимации Может быть Его можно Как-то Использовать Более Широко Он Сделал Node.js В 2009 Году И люди Вообще Выход Node.js Он здесь Не имеет Ну как бы Никакого Отношения К теме Это Не фронтенд Тулза Это Запуск JavaScript На сервере Хотя Кстати Недавно Была новость Что Вот этот же Райан Даль Сказал Что Я Не советую Node.js Все-таки Использовать Как сервер То есть Просто Как Именно Приложение Которое Обрабатывает Запросы И по шаблонам Отдает Статический Контент Это Полное Дерьмо Не надо Так Делать То есть Написать Какой-то Эп Который Он Демант Работает К нему Обратились Он Что-то Посчитал И отдал Данные Или Бота Какого-то Это Типа Норм А писать Целый Сервер На нем Это Не Очень Для Приложения Забавно Зачем Он Тогда Его Делал Непонятно Ну Видимо Просто Чтобы Там Калькулятор Написать Не В Браузере Его Запускать А Консоль Какие-то Утилиты Но Опять же Как Обвязка Для NPM Node.js Это Прикольно То есть Много Консольных Утилит Появилось Благодаря Node.js И Они Реально Удобные И Да То есть Может Быть Что-то Подобное Имел Ввиду Короче Создание Node.js В принципе Дало Толчок К развитию Джаваскрипта И В 2010 Году Появилось Еще Три Фреймворка Это Экспресс Для Бэкэнда Чтобы Там Опихи Всякие Писать Как раз Вот Тот Сервачок Который Лучше Не И Бэкбон И Ангуляр Через Год Еще Появился Эмбер И Эти Фронтендовые Фреймворки Последние Бэкбон Ангуляр И Эмбер Они Тоже Привнесли Эту MVC Парадигму MVC Паттерн Уже Во Фронтенд То есть Практически Функционал Был Скопирован И Это Все Синхронизировалось Между Собой То есть Фронтендовый MVC Бэкендовый MVC Как раз Тогда На Бэкенде Уже В основном Начали Развиваться Апихи Которые Просто Дергались По Эндпоинтам Конкретным А На Фронтенде Это Уже Все Отображалось По Шаблонам Кстати На Эмбере Я не знаю Как Сейчас Но Очень Долгое Время iTunes Был Сделан На Эмбере Прям Вот Внутренне Именно Магазин Там Подкаст И Вот Это Все Это По сути Веб Страницы Там Внутри И Вот Они Были На Эмбере Сделаны Повторюсь Как Сейчас Не знаю Так Вот Потом Фейсбук Столкнулся С проблемой Что У них Очень Обширное Приложение Получилось Ну Весь Фейсбук В смысле И Он Очень Сильно Рос И Была Проблема С Каунтерами Я Кстати Прям Помню Я Не знаю Насчет Подкаст Мы Наверное Не обсуждали Мы Не так Давно Здесь Сидим Но Я Помню Когда Это Говорили Что Проблема С Каунтерами Вот Ты сидишь В прямом эфире И тебе Добавляются Друзья И нужно Чтобы Все Каунтери Тоже Обновлялись В прямом эфире Которые Вот эти Сверху Бэджи Там 26 Друзей Три Сообщения Там 10 Уведомлений И так Далее И Вот Это Чтобы Все Синхронизировать Чтобы Это Все Сервака Вовремя Прилетало И само Обновлялось Это Конечно Чуть Как-то Синхронизировать Или Перезагружать Страницу Но у Фейсбука Было Тысяча Сотрудников И они Решили Эту Проблему Зарамсить Все-таки По-другому В 2013 Году В марте Вышел React Это Первый Релиз Вот И он Не только Рендерил HTML Но И Также Позволял Работать С этой Ну С Каунтерами Там Все Обновлялось В прямом эфире И так далее Правда Сразу же Почти Запустили Флакс Который Появился Эволюционировав В редакс Редакс Расшифровывается Как Redoo Флакс То есть Переделанный Флакс Вот Суть Флакса В чем Суть Флакса В том Что появляется Общий Стор То есть Хранилище В котором Все данные Этого Приложения Лежат И компоненты К ним Имеют доступ Все Единовременно И с Бэкэнда Когда данные Прилетают Они обновляют Их В этом Сторе А там Дальше Уже Происходит Действие Внутри Самого Приложения Вообще Звучит Круто Ну и Это Действительно Флакс Паттерн Крутой То есть Я думаю Никто не будет С этим Спорить Но Если Говорить Конкретно Про React То Очень Много Кода Нужно Написать Чтобы Это Все Работало Во-первых Во-первых Да В 10 Раз Больше Кода Сразу Надо Писать Потому Что Нужно Написать Все Гейтеры Сеттеры Которые Там Ну Допустим Первое Создать Компонент Окей Все Понятно Создать Запрос Который Дергает Апиху Тоже В общем Нормально Добавить Поле В Сторе То есть В Стейте Приложение Добавить Action Который Этот Стейт Меняет Добавить Метод Который Вызывает Дергание Апихи То есть Вызвать И этот же Метод Обновляет Стейт Через Action Потом Нужна Функция Которая Использует Connect Для того Чтобы Тоже Получить Доступ К этим Данным Короче Говоря Это И Не говоря Уже О том Что Для того Чтобы Вытащить Данные Из Стейта Из Стора Тоже Должен быть Отдельный Метод Через Connect Подконнект Ис Стору Забрать Оттуда Потом Еще Метод Который Это Дело Все В Компонент Передаст Потому Что Это Все Через Связки Делается Забегая Вперед Во Вью Это Все Намного Проще Мы Это Один Подкаст Назад Обсуждали Или Два Я На Иду У вас Здесь На Ютьюбе Подсказка Сплывет Во Вью Пересмотрели Это Все И Там Удобно Все С Этим Двусторонним Биндингом Вот Но Неважно Есть Второй Минус Флакса А именно Стейт Когда В нем Хранится Вообще Все Он Раздувается До Гигантских Объемов И Везде Должны Быть Методы Опять же По Работе С каждым Из Атрибутиков Которые В этом Стейте Есть Чувак Пишет Что Я Переделывал Небольшое Свое Приложение Которое Написал Еще В 2005 С Обычным Бэкэнд Фреймворком И Говорит У меня Получилось Что Я 32 Часа Писал Реакт И 4 Часа Писал Бэкэнд К нему То есть В 8 Раз Я Больше Писал Фронт Чем Бэк Это Дич Так Не Должно Быть И Ну Есть Новый Approach Новый Подход Это GraphQL Что Делает GraphQL Он Позволяет Вам Делать Запросы Ну То есть Не Писать Апиху С Десятью Тысячами Эндпоинтов На все Случаи Жизни А написать Просто Конкретный Который Вот Там Get Post Put Вот GraphQL Меняет Просто Пишешь Кастомный Запрос Что У Юзера С Таким То Идишник Вернуть Name И Email Все Тебе Возвращается Объект С Name И Email Кастомные Запросы На каждый Случай Жизни Естественно Их тоже Нужно Обработать Но Здесь Дело Просто В том Что State От этого Маленький Становится Тебе Не нужно В общем Story Все Хранить Ты Можешь Внутри Компонентов Хранить Маленькие Письки Информации Которые Прилетают С сервака Потому Что Каждый Компонент Отправляет GraphQL Запросик Просто И все Понятно Что GraphQL Не Не заменяет Redux Он Вместе С ним Идет И можно Параллельно Использовать И то И другое Вот Но Здесь Автор нам Говорит Что В общем По логике Вещей Redux Можно Переписать Весь На GraphQL И будет Удобнее Не будет Вот этого Избыточности Кода Кодовой Базы И так Далее Напишите В комментариях Если вы Тоже Так Думаете Вот Потому Что На мой Загляд Это Не проблема Паттерна Проблема Как обычно Не оружие Убивает А люди Вот Также Не Redux Виноват А люди Которые В него Все Засунули В этот State В Store Поэтому Можно Как-то Ну Вот Во View Удобнее Там И у Компонентов Свой Store И общий View Store И Там Абсолютно Не обязательно Все хранить Во View Только То Критичное Что Общее Для приложения И Можно Также GraphQL Интегрировать И хранить Только Те кусочки Которые Нужны Поэтому Ничего Такого В этом Нет Ну И он Здесь Пишет Что Понятно Что Порог Вхождения В GraphQL Тоже Большой Вот Но Хотя Бо Кодовая База Становится Сильно Меньше Понятнее И Ну Короче Как говорит Мой батя Опять же Упомянутый Уже Сегодня В подкасте И дурак Знает Что Воскресенье Праздник Вот Тут И так Понятно Что GraphQL Это следующий Так сказать Логический Шаг Который На пути Фронтендера Становится При разработке Каких-то там Отзывчивых Веб-привожений Вообще Любых Веб-привожений Поэтому Это Просто Мы Немножечко Поэксплуатировали Вот этот громкий Заголовок Что Redux Должен уйти Или как там было Я уже даже забыл А по факту Это Ну Это просто Эволюционный Путь И Вот Интересно Что вы думаете Нравится Вообще Flux Паттерн Нравится Ли вам Как во View Он реализован Это сейчас Превратится В хули Вар Может быть Но я С удовольствием Даже И посрался В комментах По этому поводу Неплохо Неплохо Идем дальше А у вас Тоже View В компании На фронте Используется Да Интересно Почему Почему View И не React Мне кажется Это все Зависит От Кто-то React Любит Хрен знает Ну Короче Это зависит От Team Lead Кто первый Пришел Сказал Делаем На этом На том Уже Исторически И делают Вполне Возможно Что Никто Сильно Логически Это Не Продумывал Ну Кстати Знаешь Мне кажется У нас View В смысле Просто В стране В View В смысле Больше Чем React А в Америке По бреду Должно Быть Очень много React Ну Не по бреду Он там Все-таки Появился Хохлы Тоже Все знают React Видимо Потому Что Они все Работают С зарубежными Заказчиками Вот И Среди Не Не только Хохлы Я думаю Русские Тоже То есть Ну реально Вот этот Срач Что Типа Видел же Я недавно Ну ты Это не видел Ты не подписан На Юэбдизайн Канале Была шутка Там Вот этот Комикс Из четырех Пенелов И на первом Типа Воспитательница В суду Рее Все повторяют Рее Второе Типа Акт Все повторяют Акт А теперь Вместе И все Говорят Вью И она Бьет Скалкой Или линейкой Или что-то Типа Вот тут Так же Это просто Холиварный вопрос И реакторов Я думал Что все Говорят Говно В конце Ну Это Тоже Было бы Смешно Да Вот Но React Просто раньше Появился На него Стали раньше Переходить А люди Переучиваться Не хотят И они Теперь уже Вот Его юзают Просто И все Ладно Погнали Дальше Следующая тема На самом деле вспыш Вот это как раз Одной строкой Google Inbox Все И здесь На Fast Company Видимо Это от лица Какого-то чувака Разработчика Google Inbox Если кто-то знает Что есть такое Приложение Google Inbox Это приложение Для Такой типа Какой-то Task Manager Вместе с вашей Почтой Непонятно Как им пользоваться И как он работает И хрен знает Если кто-то знает То круто Потому что мы Супер давно Рассматривали с тобой Вот как он зародился Google Inbox Просто да Мы с тобой Наш подкаст Видел его рождение И теперь видит его смерть И видит его закат Да Мы обсуждали его Да И к сожалению Не удалось У пацанов Из Google А возможно Это и был Какой-то очень классный Эксперимент Для У них же есть приложение Gmail Просто нормальное Почтовое приложение Возможно Какие-то наработки Они возьмут в Gmail Это как бы все Не зря сделано было Абсолютно Скорее всего Так и есть Но конечно Бабки были положены И они думали Что они вот этим Google Inbox Немного перепродумают Вообще вот Концепцию Таск-менеджеров Вместе с почтой И там как-то В общем все должно быть Круто у них Но к сожалению Никак не поперло Наверняка найдутся у нас Умники Которые скажут Да пф Я использую Google Inbox Всегда Это лучшее приложение Я Супер расстроен Что ни один нормальный человек Не стал пользоваться Этим приложением Потому что все тупые А я вот умный Вот Но тем не менее Пацаны закрываются Не будут больше поддерживать Короче с 2014 года Они видимо Работали Хотя подожди Не может быть 2014 Потому что У нас вряд ли 4 года подкаст 4 года А да В 2014 году Подкаст наш появился Ну тогда Все верно Тогда все верно Короче Что я могу сказать еще Просто Я-то тоже Что-то хотел В этом Там вслед за Inbox Еще парочка Каких-то Типа таких же Умных Появилось Но Видимо всех поглотил Mail.ru У Mail.ru на самом деле Тоже Даже в веб-интерфейсе Умная почта Она Делает Автопапки Всякие Типа Рассылки Социальные сети Автоматически Она это делает И она практически Ну не практически А на самом деле Все рассылки Социальные сети Они даже в каунтере Писем не учитываются То есть Они тебя максимально Не бесят То есть То что там Подпишитесь еще И вот на этих Там человек В Твиттере Я как бы Не пользуюсь Mail.ru Просто Во-первых Друг рассказывал А во-вторых У нас Причем Какой-то старый Друг Скорее Да У нас просто YouWebDesign Домен Он на Mail.ru YouWebDesign Чтобы проверить Сто пудово Там все письма Мне в почтовую программу Долетели или нет Так вот эти рассылочные Даже в почтовую программу Не долетают И скорее всего Конечно это баг Но я это использую Как фичу Я просто их не смотрю И все Вот Google Inbox Он же что-то такое Должен был сделать Он как-то там Группирует письма Как-то там Тоже Не ну кроме группирует Он там тебе сразу Наверное Должен напоминать Там все там жить Ты должен прям вообще Он тебе облегчить Должен был жизнь Я причем Как сейчас помню Что когда я слушал Радио IT В 2014 году Когда вышел Google Inbox Я играл в Вовку И в Силитусе Анкираж проносил Я прям У меня настолько Это запомнилось Именно Что я слушал Тогда Радио IT И играл Что как бы вот У меня с этим Инбоксом Прям много связан Смешно Хотя по факту Мы по-моему Чуть-чуть попробовали Даже поюзать И ни хрена Да Мы даже закрытую бету Нам кто-то в Твиттере Скидывал Да-да-да И говно Короче Даже не знаю Как это дальше обсуждать Да Я и поэтому и говорю Что одна строка В принципе Идем дальше Редизайн Uber Вот это интересно Тоже между прочим На наших глазах Все происходит Не Кстати не одна строка На наших глазах Происходит Предыдущий редизайн Uber Мы тоже обсуждали Там где они От буковки U Отказались И у них там Вот этот вот был Какой-то лабиринтик Странный Я понял Если говоря Одной строкой Вернулись К старому дизайну Ну более Или менее Во-первых Они сделали Свой шрифт Uber Move Шрифт крутой Но логотип Этим шрифтом Полное говно Когда у них Все было капсом Я больше узнавал Чем сейчас Вот этот вот Uber Который Ну просто Вот с большой буквы Четыре буквы Мне не нравится Мне все понравилось Дальше Что они вернулись К черному цвету Что они Сделали там Супер много Этих Иконочек Типа Стрелочек Прям вот вкусные Стрелочки Я сразу Uber Себе представляю Реально Они как-то смогли Вот это вот Залезть мне Прямо в сердечко И сделать это Но именно Слово Uber Полное говно Не знаю Не могу ничего С собой поделать Кстати Они опять вернулись К буковке Ю Везде Вот И Они в общем-то Правильные Правильные Вот ну Моменты Какие-то Сделали Кстати У них еще Вот эта штука Композиция Буковка Ю И они ее в рекламе Используют Обрамление Как будто Буковка Ю Ну то есть По факту Просто Там квадратик Превращается в У Типа Нет смотри Там где Вот composition Если ты смотришь Где Ну ну Я говорю Квадратик Такой белый И там Просто Реклама Йота Около парка Одной Строкой Там просто На синем фоне Маленькими Такими буквами Да-да-да-да-да-да-да Ну Да Вот тут Типа того И мне вот это нравится U-frame Они там Людей Портреты делают И так далее И тому подобное А вообще Стрелочки тоже Я прям вот Вижу Uber Когда эта стрелочка Как они ее так сделали Я не знаю Казалось бы Просто стрелочка То есть Они здесь тоже Опять же сказали Что мы Анализировали Все шрифты Во всех аэропортах Всякие транспортные И вот Типа мы Их сублимировали В наш шрифт Uber Move Я бы хотел Посмотреть Комментарии Темы Лебедева По поводу их шрифта Потому что Мне прям нравится Он возможно скажет Что самая Большая Какая-нибудь там Хуйка Или там Больше всего Ненавижу Новый шрифт Uber Uber, да Вот Но Мне прям понравилось И как-то Они так сделали Что реально Я сразу узнаю Что это Uber Что это связано С транспортом И вообще Но это Что касается Стрелочки А там дальше У них есть полотно Где все иконки И какие-то Они все одинаковые То есть Вот Я может быть Уже Проникся Идеей Лебедича Опять же Что должны быть Не схематичные иконки А более Так сказать Обтекаемые Там Ну Видно Что иконки Это иконки А тут Какие-то Они все круглые Какие-то Они все одинаковые Не знаю Иконки Мне не сильно Понравились И даже Когда вот Icons in use Вон там Щитик Щитик Без Внутренний Какой-то Ну короче Просто сплошной Щитик Непонятно Что это щитик Ну то есть Понятно Если ты не дебил Но не так уж Интуитивно Портфельчик тоже Какой-то Скругленный Снизу Как будто Это каска Перевернутая Ну Не знаю Я вот сейчас Доиссяраюсь И у тебя Спрошу Тебе вообще Как Вот Ну вот Кнопка Sign up to drive И стрелочка Черная Вот эта кнопка Там Где-то В пункте Accessibility Просто Меня сразу Супер Триггерит Что это Убер Прям круто Вот этот Черно-белый цвет Со стрелочкой Прям Я понимаю А там Где они сказали Вот у нас Есть Безопасный Синий Все Google Inbox Уже Автоматически Никакого Убера Уже Вот этот Синий Это Настолько Material Design Что даже И страшно Ну Всякие Там То что У них Анимашки Классные Это Базара Нет Это Motion Дизайнер Поработал Буква U Мне нравится Все Не знаю Что еще Сказать 80% Классное А вот это Мне нравится Еще Что Вот этот Силуэт Белой Тачки С желтой Фарой Это Я тоже Из Миллиарда Узнаю Что это Uber Это Они Тоже Это У них Ноу-хау Такое Прям Хотя Я не Помню Ну Нет Это Было Это Было Тоже В приложении Кстати У нас Сейчас По-моему Uber Все Ну Он Соединился Вместе По ценам По крайней мере С Яндекс По-моему Яндекс Типа Франшизу Uber Купила В России И даже Когда ты Uber Заказываешь Приезжает Уже Порой Тачка Яндекс Такси Ну То есть Просто С Маркировкой Яндекс Такси Но ты Заказал Убера Просто Если Вдруг У тебя Осталось Приложение Тебе Через Него Удобнее Вот и Все Жду Твоей Реакции Мне прям Сильно Интересно Мне на самом деле Я немного По матеше Потому что Короче Мне вот Если честно Вообще Все Понравилось То есть Я как бы Смотрю И Вижу Uber Вот прям Классно То есть Оно такое Во-первых Мы знаем Что все Что на черном Написано Белыми Это значит Элитно Да Вот Да Шрифт На самом деле Меня не отручает Абсолютно Нормальное Название Uber Оно такое Немного Короче Скажем так Оно Выглядит Как Свежее Такое Не то чтобы Хипстерское А какое-то Такое Вот Ну реально Свежее Вот Освежили Короче Эту надпись Хотя Просто Обычный Шрифт Ничего Такого Но придумали Свой Какой-то Шрифт Нарисовали Хотя Он не сильно Отличается Не знаю Мне бы сейчас Какие-нибудь Чуваки Сказали 100 шрифтов На которые Похож Этот шрифт Готэм должен быть Который Нигде нет Но его все Супер покупают Для постеров В кино Вот Какой-нибудь Тоже Похожий На него Просто Когда было Капсом Такими Угловатыми Буковками Убер Написано Мне больше Нравилось А тут Как-то Слишком Обычно Тем более Еще просто Заглавные Буквы Всегда Убер Был Капсом А теперь Просто Заглавные Буквы Ну да Чтобы Ты такой Уже Простейшая Уже Такой Минимализм Прям сильный Вот реально Именно Убера Все такое Черно-белое Иконки Простейшие Все Короче Уже Очень Минималистичное Мне в принципе Нравится Черно-белое Еще Такое То есть Минимально По цветам Все Вот Хороший Редизайн Ну я не знаю Они по-моему Уже по-моему Только и занимаются Что редизайн У них так часто Это случается Что Блин Мне кажется Ничего так Не рассматривали Редизайн Вообще Не заехал Судя по тому Как быстро Они его переделали Прямо Вот что-то Не поперло Да Напишите Свои комментарии Вообще Как вы относитесь К редизайну Убера Как у вас Че А мы пойдем дальше Следующая тема Это Эмодзи Эмодзи Наша классическая рубрика Эмодзи возвращается Споксон оф Сарик Прокомментировал Раз вы большие любители эмодзи То я вам покушать Принес темку Довольно занятно И что нам на сайте Оставляет нам тему С медиума Опять же Буквально Одной-двумя строками Я расскажу Что в натуре Короче Прикинь Эмодзи Как бы это Не казалось бы Банальным Это первый В мире Глобальный язык Вот Тут Начинается Немного С ликбеза О том что Эмодзи Эмодзи Это разные вещи На самом-то деле Эмодзи Это мы знаем То что Короче То что уже Выражает эмоцию И непосредственно Вот так вот Нарисовано А эмотиконы Это сделано Символами Тоже какая-то эмоция Типа И бывают Сложные эмотиконы Легкие эмотиконы Простые точнее Простые эмотиконы Это типа условно Двоеточие И скобочка А сложные Это вот Как вот здесь Вот есть на скриншоте Типа Супер там Целующие Смайлики Из этих Из скобочек Там вообще Очень круто Вымученные Такие Но мы здесь будем Говорить Про эмодзи И эмодзи На самом деле Изначально Было придумано Только для японского рынка И Естественно Придумано Японцем Его зовут Шигитака Курита Короче Шигитака Курита Он немного покурил Так сказать В 99 И нарисовал И думали вообще По фану То есть Что этой темы Не будет Что просто Мы сделаем Только для Японии Но чуваки Научились это Включать в телефонах Обходя Так сказать Именно местоположение А в любой стране Можно было врубить И короче Пользоваться Вот этими Эмодзи Эмодзи Между прочим Здесь есть дефолтный пак Который вот Шигитаки Курита Нарисовал В 99 Здесь такие Вот прям Как будто это Уберовские Эмодзи Они короче Просто разноцветные Купальник уже тогда был Причем там Кимоно еще У него было Да До сих пор Ствол тогда был еще Обычным стволом Была какашечка Уже тогда Как я вижу Вот Короче Всем показалось Это прикольным Почему? Потому что Только японцы Это могли придумать Потому что Это же как Иероглифы По сути Короче Каждый Эмодзи Обозначает Свою эмоцию По сути Это как в японском Каждый иероглиф Обозначает Своё там слово Или часть слова Я не знаю Я не знаю Как у них там Это происходит Но типа По сути Эмодзи Это своего рода Иероглифы Которые понятны Всем Просто потому что Нарисованы С другой стороны Есть некоторые Эмодзи Которые видно Что Типа Видно что Японцы делали Потому что Некоторые эмодзи Непонятны То есть вот Например Возможно Если бы я родился В Японии Я бы понимал Что Ручки Которые Друг с другом Скрещенные Это не молитва А это всё-таки Хай-файв Ну и вот Там ещё это Я не знаю Как объяснить Прямо в центре По вертикали Вторая справа Там типа радуга Но выглядит Как будто Просто изогнутый Член из яиц Идёт А это как бы Радуга из облака В дефолтном Пакете В этом? Ну-ка давай Ещё раз По центру По вертикали А вижу Ну вот Из яиц Идёт радуга Ну короче Короче Суть в том Что я здесь Прочитал Супер банальную Но гениальную На самом деле Вещь Типа Эмодзи Ну кроме того Что они просто Нам сокращают Там Количество символов Вот здесь написано Это прям как фич Что круто Что эмодзи Могут сократить Нам количество символов Например Если в смске Можно всего там 160 символов То ты можешь Несколько эмодзи Бахнуть И круто Типа Меньше написал Больше передал Сообщение Но кроме этого Вообще эмодзи Вот если вдуматься В слово эмодзи Это типа Хреновина Которая обозначает Эмоцию И вот Наш вот этот Сейчас привычная Культура общения Именно с помощью Чатов С помощью Текстовых сообщений Конкретно Это Как бы Получается То есть Вот например С помощью Аудиозаписи Мы можем передавать Какие-то эмоции С помощью видеозаписи Мы можем передавать С помощью текста Ты не можешь эмоцию Нормально раскрыть То есть у тебя просто Сухой текст Ну в смысле Ты можешь по-всякому Там Изгаляться Писать это Буквами Там Как смущение Как-то я не знаю Писать Вот Но По факту Вот эти эмодзи Они просто тупо Добавляют эмоций В текст Просто вот Так же как В других Передачах Вот информации Там С помощью Видеозвука Есть эмоция Своя Вот Так же тексту Текст обогащен Вот этими эмоциями С помощью эмоции То есть это на самом деле Такая супергениальная Хреновина Которая вот прям Охренеть Почему она пользуется Популярностью Так Вот Ну тут Немножко написано Про всякие темы Что там Инстаграм Легко Банят По Когда ищет Баклажан В поиске Короче Чтобы там Кто чуваки Письки свои фоткают Они короче Сразу палят И банят Вот Ну и всякое такое Короче В общем Эмоции на самом деле Как вы понимаете Супер Уже вросли В нашу жизнь Здесь есть Много примеров Всяких Типа там Есть какая-то Типа галерея Эмодзи С помощью фоток Сделали Короче Косплей По сути Эмодзи Ну С помощью фоток Вот здесь Девушка Стоит В той же Самой Позе И в таком Платье Красном Как и Эмодзи Тоже Вот такой Девушки Короче В красном И на каблуках Типа Ну и короче Просто Блин Везде Короче Это используется Крутая тема До свидос Эмодзи Жизнь Короче Их там уже 1620 Эмодзи Которые в Юникоде Зареганы Так скажем Вот И они Продолжают Развиваться Естественно Все эмодзи Для разных Систем Разные То есть У iOS Свои Нарисованы У Google Свои Хотел сказать У Android У Google Свои Вот У Windows Свои У Twitter Свои В общем Короче Каждый Старается Нарисовать Свои Эмодзи Зачем Ну допустим Окей Короче И они Будут продолжать Добавляться Развиваться Это вообще Супер круто Супер классно Примерно Такая тема Воодушевляющая Вообще Воодушевляющая Теперь Никита Наша постоянная Рубрика Скажи свои Четыре самых Популярных Эмодзи Мои Это Смех до слез Второе А из какого Мессенджера Так сказать Из телеги В разных По-разному Что ли Ну наверное Давай Окей У меня Одинаково А Ты имеешь Что в смысле Ну вот я Просто на Компуктере Открываю Вот допустим Короче Не я на Телефоне Я на Телефоне Хорошо На Телефоне Надо Зайти Короче У меня Наверное Какие нибудь Типа Глаза С сердечками Поцелуйчик С сердечком Короче Хрень Со слезками Тоже твоя Орущая Первая И четвертое Просто сердечко Короче У меня просто Тупо сердечки Но это в телеге Именно Нет А у меня Да У меня смех Со слезками Поцелуй С сердечком Потом большой палец Вверх Типа Круто И Смайли Который Ну Руки держит На щеках И окает То ли от страха То ли от Удивления С синей головой Это вообще По приколу Знаешь что Сонный По моему Чувак По бреду Да То есть опять же Японцы Да Ты не раскусил Это именно Сонный Но мы его Интерпретируем Как вот типа Практически Покчамп Но я как Вау Я то есть Для себя Когда его юзаю Это я его Отправляю Вместо вау Но может быть Да У японцев Это вообще Означает Я там Ссать хочу Ну вот Ну возможно Я ошибаюсь Опять же Поправьте Кто знает Эмоции На самом деле Можно посмотреть На эмозипедии Но похрен на них Да Уже тоже Как-то не хочется Короче Следующая тема Нам предложил Амовель Это чуть ли не Его дебютная Тема у нас На У нас в темках Я ее только Поэтому включил Так-то там Хотя Это еще И холивар Бэма Не должно Существовать Короче говоря Кстати На темке Про Бэм Я собирался Прорекламировать Наш Нашего партнера Хостинг Смартейп Ewebdesign.ru Слэш Смартейп Там у нас Есть кнопочка С реферальной Ссылкой Можете попробовать Безлимитный Хостинг Впс Аренда Сервера Можете Что хотите Там сделать Очень Кастомно Настраивается Очень дешевые Впс На SSD И быстрые В Москве Находятся Все сервера Попробуйте У них есть 30 дней Бесплатно Вдумайтесь Можно месяц На халяву Можно целый Бизнес-процесс Такой сделать На разные Мыла Регистрировать По месяцу Пробовать Бесплатно Просто И все А потом Все-таки Отблагодарить Смартейп И купить На 2 года Впс Кстати Там Еще и скидки Есть Чем больше Ты оплачиваешь Тем больше Скидка У тебя И это Кстати Я вот не знал А оказывается Это не у всех Хостингов Так это Чуть ли не Киллер фича Смартейп По вреду Ни хрена себе Если ты оплачиваешь На 2 года Вперед То дешевле Будет Вот так Поэтому Это Очередной Способ Нас поддержать Eudesign.ru Слэш Смартейп Можете Просто Перейти Там По ссылке И Будет Круто Нам Тоже Копеечка С вас Упадет Если Вдруг Вы будете Дальше С ними Работать И код Бэма Не должно Существовать Холиварная Тема На хабре Причем Казалось Бы Должны Заминусить Были Супер Чуваку Но Нет У него Положительная Карма И у Самой Статьи Тоже Положительные Отклики Какие-то 107 Аж 107 Плюсиков То есть Это Даже Неожиданно Я реально Думал Что Это еще Из песочницы Пост То есть Вполне Могли Это Первый Это означает Что это Первый Пост Чувака И Вообще Могли Загнобить После этого Так Чтобы Повешился Но Нет Как-то Он Видимо Круто Написал В общем Он говорит о том Что бэм Это полное Говно Для тех Кто не в курсе Это Методология Которую Придумал Яндекс И как бы На самом деле Там Есть еще Бэм Тулс Это Куча Инструментов Там Для Упаковки Это Большой Большой Проект Консольных Утилит Но Здесь Говорится Именно Про Методологию Именования Сис Классов И Хранение Их Бэм Расшифруется Блок Элемент Модифайр То есть Есть некие блоки В которых Есть элементы А у этих элементов Есть модификаторы Типа там Из Active Из Disabled И прочие Штуки Которые Один элемент Модифицирован Там Ну да Из Active Из Disabled Я думаю Самые популярные Ну а как пример Блоков Сайдбар Это блок А каждый Пункт Сайдбара Это элемент И вот у элементов Могут быть Модификаторы Так вот В общем-то Разбивать на блоки Это как бы Не зазорно Но Бэм нам предлагает Не только разбивать на блоки Но еще удлинять Имена классов Потому что Все классы Которые Добавляются Они Вписываются В один элемент То есть Вот есть у нас Улка И у нее есть Три класса Article Rewind Article Rewind Type Static Это модификатор Article Rewind Lang Rew Это второй Модификатор И Для чего Вообще Ну как бы Делают Дельный класс Для того Чтобы Одно время Было модно Что когда Внутри CSS Вложенность Больше чем Три уровня То браузер Дольше парсит Вот Странно Немножечко Об этом задумываться Если у тебя Вложенность Больше трех То просто Ты скорее всего Неправильно Что-то написал Но неважно Вот Потом Они говорили Что Да как бы Насрать Какой Output У финального HTML Его все равно Никто не читает Важно Чтобы в разработке Было удобно Ну а в разработке Там с помощью Разных Препроцессоров Можно конечно Там по-другому Совсем все Сделать Написать Через Родительский Селектор Просто добавить Там через Терешечку Какой-то Там Ну как бы Дополнить Класс Еще одним Словом Кстати у нас Есть видос На канале Про Бэм И там Я показывал Как раз Как это все Работает В чем разница С другими Методологиями И вот Ну короче говоря Суть в чем Суть в том Что в Модификаторах Содержится Название Элемента Поэтому в любом Случае Если даже У другого Элемента Будет подобный Идентификатор Типа Is Active Или там Type Active То Ты не сможешь Все равно Использовать Класс Type Active Тебе нужно будет Написать новый Класс Уже с другим Элементом И в результате Ты нагромождаешь Ссс таблицы Кучей Вообще Разных Классов Элементов И весь HTML в итоге Нечитабельный Ну и как бы Здесь Автор нам Приводит Варианты Решения Так сказать Этих проблем С помощью Просто ССС С помощью SAS Припроцессора Про который у нас Тоже очень много Есть на канале Ну Сегодня как-то Так получилось Реально По волнам Нашей памяти Про многое Говорили Многое у нас Тоже уже есть Вот И соответственно Невозможно Их унаследовать Поэтому Если несколько Классов Допустим Есть у нас Класс Баттон И мы На него Могли накинуть Несколько Модификаторов Active Disabled Error Которые Одинаковые Там не только Для баттонов Но и для ссылок Еще То тут нам Надо делать Баттон Баттон Тире Active Баттон Тире Disabled Баттон Тире Error И То есть Они Они как бы Глобальные И нет ничего Плохого В том Что классы Глобальные Но в том Можно было Несколько Раз Где-то Использовать Что они Мало Кто их Использует Мы кстати Говорили Как Использовать В тех Видосах Которые У нас Есть На канале Так вот Он здесь Пишет Что можно Просто Было Заголовок Точка Heading То есть Класс Heading Но в зависимости От того Какому Типу Заголовка По HTML Догон Применен Он Такой Стиль И Накидывает Но Тут Может быть Он уже Чересчур То есть Мне кажется Что Именно Класс Heading 1 Heading 2 Heading 3 Это Неплохо Потому что Например В Wordpress Иногда Ты В зависимости От Страницы На которой Ты находишься Если Это Главное То у тебя Заголовок Это H1 А если Это Уже Побочная Страница Какая То H1 Это Будет Соголовок Той Страницы А Заголовок Сайта Будет Уже H3 Например Но Стилистически Он должен Все еще Так же Выглядеть Как и На Главной И В этом Отношении Ты Можешь Ему Сделать Класс Heading 1 И Этот Класс Он Не будет Семантическим Он будет Просто Определять Размер Можно Долго Спорить Правильно Это Или Нет Лучше Допустим Просто Добавить Класс Сайт Heading Например И Вообще Не Привязывать Его Никак К циферкам К номерам И так Далее Но Это Опять Это Вопрос Уже Того Как Это Нет Что Бэм Подталкивает Разработчика К хардкоду Чтобы Захардкодить Все Классы Просто Прям В HTML И Все Короче Говоря Он Кстати Он Кстати Просит Его Нахлобучить Прям В Комментариях И Там Целых 604 Комментария Вот И Нахлобучивают То есть Нет Там Почти Все Его Поддерживают Нихрена Да То есть Там Есть Конечно Люди Которые Как Я Сказали Что С помощью Препроцессоров И Бэм Писать Тоже Намного Удобнее И Именно Сами Сурсы Они Не Выглядят Уже Так Уж Страшно Но В любом Случа Конечный Код В HTML Он Все Ровно Такой Засранный Поэтому Такое Короче Говоря Бэма Не Должно Существовать Ты Я Так Понимаю Со мной Просто Согласен Поматеш Я Поматеш Абсолютно То есть Согласен С тобой И Нормально Ну Тогда Погнали Дальше Погнали Короче Темка Про Google Убийца Урлов Вот такая Фронтендер Нам Старый Знакомый Фронтендер Кстати Если бы Нам еще И в Патроновском Чатике Ее не скидывали По-моему Ты Или Костя Не помню Кто Короче Кто-то Скидывал Не я Скорее То я бы Не включил Одним Фронтендером Сыт не будешь Как говорится Сыт не будешь Ну ладно Но Короче говоря Тем не менее Попала Попала темка Фронтендера Google Wants To kill The URL И Короче Здесь пишут Что типа Вот Google Хром Вообще-то Как браузер За десяточку Перевалил Лет В смысле И Говорит Вообще-то В принципе Достаточно Сильно Диктует Рынок Браузеров И HTML И вообще Короче Все Веба Практически Хром Немного Поддиктовывает Свои правила И Включает То что Он там Профорсил Тему с HTTPS Web Encryption И Короче Еще с Какой-то Хренью Я там Уже не помню Что они там Писали Короче В общем Хром Типа Делают Вещи В принципе Они там И Новые технологии Используют Как мы знаем Короче По-всякому Наворачивают Свой браузер Самое Что главное Тут Короче Google Посидели Покумекали И пришли К мнению Что Ну URL Это все еще Плохо То есть Как бы мы Не делали Вот эти ЧПУ Человечески Понятные URL Все еще Короче Непонятно Нихрена Непонятно Тупое Говно Тупого Говна Дебилы Вот И короче Смотрим Значит На ссылку И у нас Не просто Знаешь Ссылка Вот как Wired.com А ссылки же бывают Там всякие С вопросиками С запросиками Вопросик Get Вопросик Писька И непонятно Короче Что вообще Что происходит И бывают Такие URL Которые Вот Так Сразу Вот Не поймешь Вообще Я на тот Сайт Не захожу Не на тот Этим Пользуются Естественно Злоумышленники Они делают Фишинговые Сайты Как мы знаем Ты Соответственно Попадаешь На сайт Не в Вконтакте А в Вконтакте И Начинается Вот это Все Заполняешь Свой Пароль И логин Они у тебя Все крадут В общем Плохо Прям Короче И Гугл Им настолько Типа Хочется Сделать Хорошо Что Они Прям С нуля Хотят Перепродумать URL Схему Хоть Это Очень Сложно То есть Мы Сами Понимаем Сколько Уже Существует Веб В принципе Интернет И Сколько Уже В браузерах Отображаются Ссылки И Никогда Никто Не менял Систему И Эта Система Была Достаточно Понятна Это Как Знаешь Типа Условно Вот Девайс Такой Девайс Как Руль Например Очень Удобен Чтобы Управлять Машиной Или Допустим Мышка Очень Удобна Чтобы Играть В игры Например То есть Понятно Что На геймпаде Тоже Удобно Например В Какие-то Точные Вещи Ты Не Сможешь На геймпаде Играть Типа Там Какие-то Шутеры Жесткие Или Стратегии Например Вот И Типа Также URL Это Пока Стандарт Дефакто Которые Невозможно Придумать Круче Короче Но Гуглам Все еще Это не нравится Они хотят Значит Придумать И возможно Будут внедрять Как-то Потихонечку Вот Если Сейчас Они По Накурке Какую-нибудь Классную Придум Причем Все Спорно Все Спорно Мы Если Введем То Это Все Обсуждаемо Все Пока Понятно Что Это Будет Очень Возможно Неудобно Возможно Хрен знает Что Мы Нельзя Просто Видеть Одно Слово Зашел На Wired И Видишь Wired Не Видишь Wired.com Slash Story Slash Google Wants To Kill The World Короче HTTPS Еще Слэш Я Наоборот В Safari По дефолту С какой-то Версии Убрали Что Только Домен Показывается Что Wired.com У тебя Просто Надпись Была А я Вернул Чтобы Все Так Ты Человека Понятно Но Ты уже Робот Именно Ты уже Не пройдешь Форум Когда Я Не Робот Вот Да Ну Вот Такая Интересная Просто Вот Такая Статья Вспышка Просто Какие-то Исследования Проходят Наверное В отделе R&D Скорее Сего Видишь Вот Facebook Тоже Сделал React Потому Что Им Надо Было Для Их Нуж Они Просто Хотели А Теперь Все Его Юзают Может С Гуглом Будет Примерно Та же История То есть Они Что-то Сделают И Всем Навяжут И Придется Нам С Этим Жить Поэтому Надо Быть Готовым А Действительно Так Абстрактно Все Есть Что Мы Будем Что-то Думать Мы Будем Да Там Вообще Просто Реально Никаких Фактов Ничего Там Никаких Измерений Не делали Замеров Исследований Смешно Далее У нас Frontender Финальная Новость Сегодняшнего Дня На Про Вордпресс Вышел Релиз 493 По-моему Если мне Память не Изменяет Ну-ка Сейчас Перейдем На Wordpress Dot Org И Посмотрим Так Get Wordpress 498 Вот Вот Было 497 Стало 498 Новый Релиз И Там Все Все Больше Уже Внедряют Гутенберг И Тут Как раз Скотт Баулер Такой Чувак На Медиуме Написал Статью О том Что Гутенберг В среднем Обойдется Индустрии В 500 Миллионов Долларов Как Он Считал Во-первых Оказывается Я-то Вот Даже И Не Знал Появился Проект Classic Press И Это Типа Форкнули Вордпресс Чуваки И Будут Делать Тот Самый Вордпресс Который Был Без Гутенберга Без Кастомайзера Без 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 Говнища Вот Ну и Они Сейчас Собирают Они Сейчас Ждут Собирают Народ Для того Чтобы Версию 1.0 Запустить То есть Они Реально Активную Разработку Начинают Охренеть Не знал Что такое Есть Перо У них В логотипе Видимо К перо Как Тоже Самое Так сказать Видимо Они говорят Что они Поставят На перо Если что Да Как Самый Консервативный Способ Писать Информацию Записывать Какую-то Вот Классик Пресс У них Будет Таким Консервативным Способом Использовать Семески Так вот Вернемся К Гутенбергу 500 миллионов Долларов Он говорит Вот Возьмем Меня Я Говорит И моя Студия У нас 50 сайтов В среднем На Wordpress И Ну Говорит Примерно У каждого Клиента В среднем Один человек Занимается Наполнением Сайта И Мы Когда Сайты Внедряли Везде Мы Обучали Их Естественно Пользоваться Wordpress И так далее А теперь Придется У всех Поменять На Гутенберг Ну Потому Что Просто Там Автообновления Стоят И он У всех Просто Появится Говорит В среднем Минимум Минимум Один день Придется К каждому Клиенту Выехать И учить Его Пользоваться Гутенбергом Теперь И еще И объяснять Почему Теперь Это Обязательно Так сказать Вот Это В среднем У нас Один день Там У человека 10450 фунтов Это 580 долларов А это Было 50 сайтов 29 тысяч долларов Говорит Это только Мы Причем Это Нам Никто Не оплатит Потому Что Хрен Мы Сможем Взять Денег С людей За то Чем Мы Им же И Навязываем Сами Ну То есть Серьезно Это Ты Представишь Ты приходишь И говоришь Я как бы Вам сделал Сайт Вот так Вот Надо Был Пользоваться И теперь Надо Будет Вот так По-другому Кстати С вас 580 долларов Нормально Чувак Нет Ну Он говорит Автор Говорит Вы Можете Мне Все Сказать Что Просто Используйте Плагин Classic Editor А есть Такой Плагин Чтобы Классический Редактор Все еще Оставался Вот И он Говорит Что Это Гутенберг Это только Начало Конца Что После Гутенберга Там Вордпресс Будет Сейчас Скажу Как Называется Вордпресс Next Project Вот Такая Вот Хреновина Будет Вот И там Уже Гутенберг Он Мигрирует В Кастомайзер И Кастомайзер Все Поглотит Короче Говоря Типа И там Уже Еще Больше Нарушится Обратная Совместимость Со Старыми Вордпресс Ами То Есть Уже Нужно Будет Еще Один Какой-то Плагин Накатывать И Ну Это Говорит В общем Затыкивание Дырок В тонущем Корабле То Это Скорее Всего Бессмысленно Бессмысленно Полагаться На Вот Эти Вот Плагин Типа Классик Эдитер Но Кастомайзер И прочую Хрень Теперь Давайте Попробуем Посчитать 31,5% Сайтов В мире Использует Вордпресс Это 27 миллионов Сайтов Ну Давайте Я буду Консервативным И Скажу Что Вот 1% Работают Так же Как мы То есть Что 500 Там Долларов День Вот Это Все 270 Тысяч Веб-сайтов Если Даже Взять Что В среднем Не Как у Нас 580 Долларов В Той День А 250 270 Тысяч Сайтов На 250 Это 67 С Половина Миллионов Просто Люди Теряют Потому Что Никто Не Заплатит За Это Дополнительное Обучение Вот А Горит Если Они Внедрят Еще WordPress Next Это Еще Один Цикл Это Уже 135 Миллионов Долларов Просто Именно Студии Потеряют На Обучении Так Сказать Но Говорит Давайте Теперь Вспомним Что Есть Еще Люди Которые Разрабатывают Плагины И темы А Плагинов Сейчас На Секундочку 56 26 203 Штуки В Официальном Репозитории Плагинов И Говорит Давайте Говорит Консервативно Придумаем Что Только 40 Процентов Нужно Будет Адаптировать Под Гутенберг И В течение Двух лет Ну В среднем Потратят Пять дней На Эту Адаптацию Хотя Я считаю Что Пять дней Это Мало Ну Допустим Если В среднем Рассматривать Что Один День Стоит 150 Долларов То Короче Еще 10 Миллионов Плюсом На Переконвертацию Плагинов А Теперь Говорит Давайте Посчитаем Еще Один Фактор Это Говорит Все Остальные Потому Что Все Остальные Говорит Это Люди У Которых Там Какой Нибудь Племянник Просто Знает Как Девать Сайты Сделал Сайт На Ворд Прессе Что Называется И Вот Все Эти Люди Они Станут Самыми Большими Жертвами Потому Что Им Придется Вручную Разбираться Что Такой Гутенберг И Они Это Время Будут Тратить Ну Как Б Вместо Того Чтобы Работать Вместо Того Чтобы Реально Там Бизнес Процессы Какие Решать И Так Далее И Вот Тут Он Говорит Если Мы Подумаем Что За За два Года Всего Два Дня Они На Это Потратят 25 Тысяч Долларов В год Если Получает В среднем Человек По Миру Ну Короче 192 Доллара В среднем Человек А Поскольку Это 2 Миллиона То Это 384 Миллиона Еще Дополнительно Ну Короче Он Тут Просто Шуршит Калькулятором В общем Но Суть В том Что Гутенберг Это Очень Такой Большой Шаг В изменении Вордпресса И Бизнес Он Будет Стоить Больших Денег Реально То Есть Я Не могу С этим Спорить Это Реально Я Не знаю Зачем Они Это Делают Я Правда Я Тоже Противник Гутенберга Я его Пробовал Он Прикольный Но Сама Индустрия Вот Он Прав Он Причем Очень Консервативно Предположил По поводу Переписывания Плагинов Тем И Поддержки Существующих Сайтов Это Мало Того Что Нужно Добавить Поддержку Гутенберга Нужно Еще Оставлять Поддержку Классического Вордпресса Потому что Не все Обновляют Вордпресс Кто-то Будет Вот этот Плагин Классик Эдитер Ставить Нужно Чтобы У всех Все Работало Это Дополнительных Людей Надо Нанимать Это На самом деле Намного Больше Денег Чем Он Здесь Указал Поэтому Ну Видимо У них Есть Какие-то Причины Так Делать Может Быть Они Ну Как Бы Они Опять же Они Теперь Когда 31% Сайтов Используют Вордпресс Они Это Automatical Они Не должны Быть Обязаны Этим Людям Условно Используйте Это Бесплатный Проект Вы Можете Не Использовать Скатертью По Жопе Вот Но Я считаю Что Ну Должна Быть У них Какая-то Ответственность Они Должны Не По Прикольчику Для Себя Это Делать А Все Так Ориентироваться На То Комьюнити Которая Их Кормит Поэт В конце Концов Косвенно Хотя И Как-то Вот Да Что Скажешь Согласен Абсолютно По матеши Но Гутенберг Я так Понимаю Не Собирается Загибаться Вообще Вот Ну Вот Если Опять же Тут Как в жизни Если Все Выйдут На Митинги И Начнут Говорить Что Долой Гутенберг Как-то Его Игнорировать Или что-то Еще Может быть Кто-то И задумается Но Сейчас И так Много Кто Это Говорит Причем Даже Из Мастодонтов Так Сказать Индустрии Но Не Сдвинуть Мне кажется Это Махину Хотя Опять же Есть Всегда Есть Микро Шанс Что Будет Как С Рест АПи Он Появился Все Похайпили Какое-то Время Все Написали Статьи А потом В сухом Остатке Его Используют Наверное 1% Всех Сайтов Которые Есть На Вордпрессе Хотя По факту Он Везде По Дефолту Включен Поэтому Это Все Только Время Покажет Как Будет На Сам Деле Но Видишь Здесь Его Реально Навязывают Все Резли Я его Прицепом Включили Он Просто Есть Хочешь Используй Хочешь Не Используй А тут Реально Заменит Причем Не просто Заменит Экран Настроек А все Таки Experience Редактирование Это Извини меня Почти 100% Того Что Вообще Ты Делаешь Все МС Целое Дело Да Поэтому Конечно Это Все Не Утешительно Но Вот Как Есть Окей Окей Идем К Обойке Давай Обойка Классная Достаточно Видно Что Здесь Какой-то Большой Город Возможно Это Нью-Йорк Хотя Чикаго Тоже Бывает Вот Таким Да И Бостон Таким Бывает Да И Бостон Таким Бывает Но В общем Мы Видим Здесь Половина Города Вот Этих Скайскрэперов Практически Которые Освещены В смысле Не святой водой А освещены Солнцем А вторые Во тьме Как бы За тучами Скрылись Вот И практически Как агарки Такие стоят Где-то Вдалеке И Знаешь Это Вот Те которые Вдалеке Это наши темки Которые мы Посмотрим В следующем Подкасте А впереди Это темки Которые мы Сегодня Осветили Опять же И вот Как бы Понимаешь То есть У нас Как целый Классный Город В котором Вот Интересные вещи Как вот Людишки Там живут В домах Ну или Работают В домах Так же И у нас Вот это Практически Олицетворение Нашего подкаста Это город Вот Слушай Один из немногих Разов В этом Сегодняшнем Подкасте Когда я Уже с тобой Согласен Помотешь Я когда Эту темку Обойку Выбрал Я именно Так себе И придумал Что наш Подкаст Это свет И он освещает Темки И мы В следующий Осветим И дальше И А вы Наши уважаемые Подписчики Вы архитекторы Вы строите Темки Небоскребы И Какая выше Такая и будет Потом громкой Там попадет К нам на обложку И так далее Кстати Для новичков Ввожу в курс Дела Мы тут Каждый подкаст В конце Если кто-то Из новичков Дослушал Обсуждаем Обойку Которую Вы конечно же Не видите Потому что Вы слушаете В аудио Но в описании Она есть Вы можете Нажать Посмотреть Что за обойка Сансплэша Поставить ее себе И эту неделю Прожить Так сказать Как и мы С этой обойкой Да До следующего подкаста Да Да Ну в общем Да Мы выходим Каждую неделю Поэтому Ну там За исключением Пара раз в году Когда реально Там Всякие ситуации Поэтому Увидимся уже Через неделю Рады были вас Видеть Слышать С вами были Тормознутый И Картавый Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok